ХАК ХАНУХА САМЕХ Это часть традиционной молитвы, которая вам напомнит, что же это за праздник Ханука. Бог, протянувший руку помощи слабым против сильных, меньшинству против большинства, чистым против нечистых, справедливым против нечестных, тем, кто был погружен в изучение Торы против тех, кто был полон злобы. И совершив это, ты сделал свое имя великим и святым в этом мире. Еврейскому народу ты принес великое спасение и великое освобождение до этих самых дней. И после этого времени дети твои вошли в твой святой храм. Они очистили твою святыню, осветили святую святых. Они зажгли свечи в этом святом месте, провозгласив эти восемь дней великого освящения. Чудо Хануки, ребята, связано с победой малого числа евреев над огромным войском противника. Победой слабых, над сильными и могущественными. Сегодня мы с вами узнаем о традициях и праздниках. Будем радоваться и веселиться, и ожидать чудо. Ха-ха-нука-самеях, ребята! Меня зовут Олег Станиславович. Меня Тимофей. Шалом, ребята! И сегодня мы вам расскажем традицию зажигания ханукальных свечей. В хануку каждый вечер, начиная с 25-го кислева, зажигают одну свечу. И таким образом к концу праздника на нашей хануке будут гореть все восемь свечей. В первый день зажигают первую свечу, первую справа. На второй день зажигают следующую, вторую свечу, но зажигают последнюю, первую. Таким образом получается, что свечи у нас располагаются справа налево, а зажигаются слева направо. Для зажигания свечей мы используем центральную вспомогательную свечу, которая называется шамаш. Мы в пятницу будем зажигать шестую свечу. Давайте мы зажжем свечи. Музыка. 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 Свечи мы зажгли, и теперь надо произнести молитву. Благословен Господь и Бог, Царь Вселенной, освятивший нас своими заповедями и повелевший зажигать свечи Хануки. Благословен Господь и Бог, Царь Вселенной, явивший чудеса отцам нашим в те времена и в эти дни. Хак Ханука Самех, ребята! Почему же дети на всей земле в этот праздник ожидают чудес? Мы вспоминаем историю о найденном в храме кувшинчике масла, которым чудесным образом хватило на 8 дней. Эту историю рассказывали из поколения в поколение. А сколько чудесных, очень интересных рассказов написано теми, кто на самом деле переживал ханукальное чудо. И один такой рассказ мы сейчас послушаем. Хак Самея Ханука. Ребята, всем шалом! Сегодня мы послушаем с вами увлекательный рассказ о маленьком ханукальном чуде. Называется этот рассказ «Попугай по имени Дрейдл». И написал этот замечательный рассказ для нас Исаак Башевис Зингер. Дело было лет десять назад в Нью-Йорке, в Бруклине. Весь день валил снег, но к вечеру небо прояснилось и показались звезды. Стоял очень сильный мороз. Был восьмой день Хануки. И выставил на свой подоконник серебряный светильник со всеми восьмью горячими свечами. Он отражался в стекле, и мне представилось, что снаружи горит еще один светильник. Эстер, моя жена, пекла на кухне картофельные оладьи. А мы с сыном Давидом сидели за столом и играли в ханукальный волчок. Вдруг Давид закричал «Папа, папа, смотри!» и указал на окно. Я посмотрел и увидел нечто невероятное. Снаружи на раме окна стояла желто-зеленая птица и рассматривала свечи. Через одну минуту я понял, что у кого-то из дома вылетел на улицу попугай. Полетел, полетел по холоду и сел к нам на окно, привлеченный светом. Попугай родом из теплых стран. Он не может долго оставаться на морозе. Надо немедленно было что-то предпринять, чтобы не дать птичке замерзнуть. Я отодвинул светильник, чтобы птица не обожглась, когда влетит. Затем открыл окно и быстрым движением руки загнал попугая внутрь. Все это было дело нескольких секунд. Перепуганная птица металась по комнате от стенки к стенке. Затем она ударилась о потолок и повисла вниз головой, уцепившись когтистой лапой за хрустальную люстру. Давид стал ее успокаивать. «Не бойся, птичка, мы твои друзья!» Птица подлетела к Давиду и уселась ему на голову. Видно, она была так приучена и не боялась людей. Жена, услыхав шум, прибежала с кухни посмотреть, что же случилось. Она увидела птицу на голове у Давида и сказала, «Откуда взялась эта птица?» «Мам, она залетела к нам в окно. Залетела в закрытое окно зимой, да потому что папа спас ей жизнь. Птица не боялась нас». Давид поднес колбу руку и птица присела к нему на палец. Эстер поставила на стол блюдце пшена и тарелку воды. И попугай поел и попил. Он увидел волчок и стал толкать его клювом. «Гляди!» – вскликнул Давид. «Птица играет с нами!» И Давид заговорил о покупке клетки и о том, что надо дать птице имя. «Но мы с Эстером напомнили ему, что птица-то не наша. Надо попытаться найти владельцев, которые потеряли своего любимца и теперь, наверное, места себе не находят. Что случилось с ним в эту погоду?» – сказал Давид. «А пока что я буду звать его Дрейдл. Дрейдл – это волчок на Идише. Ночь Дрейдл проспал на раме картины, а поутру разбудил нас своим пением. Он стоял на раме, задрав хохолок, отлетавший пурпуром в свете восходящего солнца, раскачивался, как на молитве, и свистел, свиристел и болтал разом. Видимо, наш попугай был из дома, где говорили на Идише, потому что мы слышали, как он сказал «Зельделе, гефшлофен!» «Зельделе, иди-ка спать!» И от того, что эти простые слова произнесла птица, мы пришли в полный восторг и умиление. На завтра возле всех лифтов, всех соседних домов я наклеил объявление о том, что мы нашли попугая, говорящего на Идише. «Прошло несколько дней, никто не отзывался. Тогда я поместил объявление в газете, в которой тогда работал. Но и через две недели никто не востребовал свою птицу. Теперь мы стали считать Дрейдла своим. Мы купили ему просторную клетку со всеми приспособлениями и забавами, каких только мог пожелать попугай. Но ведь Ханука – это праздник свободы, и мы решили никогда не запирать птицу в клетку. Дрейдл свободно летал по дому, когда хотел. В зоомагазине нам сказали, что Дрейдл – самец. Прошло 9 лет. Дрейдл оставался у нас. Наша привязанность к нему росла день ото дня. У нас в доме Дрейдл научился счету и на Идише, и на английском. Он узнал ивритские слова. Давид обучал его ханукальным песням. И всегда у него в клетке валялся деревянный волчок, чтобы было чем поиграть. Когда я работал, сидя за пишущей машинкой, Дрейдл, уцепившись за указательный палец либо левой, либо правой руки, совершал акробатические прыжки при каждом моем ударе по клавишам. Эстер говорила, что он таким образом помогает мне писать, и что ему полагается по крайней мере половина моего гонорара. Сын наш Давид вырос и поступил в колледж. Однажды зимним вечером в Хануку он отправился к кому-то в гости. Он сказал, что мы вернемся поздно. И мы с Эстер рано легли спать. Но только заснули, как раздался телефонный звонок. Это был Давид. Вообще-то он очень уравновешенный парень. Но тут его так распирало от возбуждения, что едва можно было понять, о чем он говорит. Оказалось, что в гостях Давид рассказал своим приятелям, студентам историю нашего попугая. И девушка по имени Зельда Розен воскликнула. Я та самая Зельделе. Зельда жила с родителями неподалеку от нас. Но им не попалось мое объявление. Ни в газете, ни возле лифтов. Зельда была уже студентка. И дружила с нашим Давидом. Она не бывала у нас прежде. Но сын рассказывал о ней очень много. Особенно матери Эстер. Мы почти не спали в эту ночь. На завтра Зельда с родителями пришли поглядеть на свою, давно пропавшую, но нежно любимую собственность. Зельда была хорошенькая и талантливая. И в театр, и в музей. Давид все последнее время предпочитал ходить с ней. Не только Розены узнали свою птицу. Птица тоже узнала своих прежних владельцев. У Розена попугая называли Цып-Цып. Едва он услышал свое старое имя, как пришел в необычайное волнение. Он стал летать по комнате от одного к другому углу, что хрипло выкрикивая и взмахивая крильями. Зельда и ее мать расплакались, увидав своего любимца живым и здоровым. Отец просто молча смотрел на эту картину. А потом сказал, мы никогда не забывали нашего Цып-Цыпа. Я был готов вернуть Дрейдла его настоящим хозяевам. Но Эстере и Давид сказали, что они и думать не могут расстаться с попугаем. Тем более, что в этом нет никакой необходимости, поскольку Давид и Зельда собираются пожениться, когда окончат колледж. Так что Дрейдл остался с нами, как всегда, готовый к новым играм и новым словам. А когда Давид и Зельда поженились, она забрала Дрейдла к себе. Зельда часто говорила, Дрейдл был нашим сватом. На Хануку он всегда теперь получает подарки либо зеркальце, либо лесенку, либо ванночку, качели или колокольчик. Он даже полюбил картофельные оладьи. Недаром же его зовут Дрейдл. Ребята, пусть в этот день в вашем доме всегда будет радость и тепло. Хак Самиах! Есть такое обычай на Хануку. Дети играют в Севивон. История нам говорит, что во времена правления греков на земле Израиля евреям было запрещено изучать Тору под страхом смерти. Евреи не покорились этому запрету, но занимались изучением Торы тайно. Чтобы сбить с толку секретную службу греков, детей собирали будто бы для игры. Дети сидели у входа в дом, учения и играли в Севивон. В то время, как родители могли спокойно учить Тору, зная, что если дети увидят опасность, они сразу же сообщат родителям, что нужно прятать Тору. Какие же смелые и мужественные дети. Я знаю, что вы точно такие же смелые и мужественные. Итак, Севивон. Шабад шалом хаварим! Шабад шалом, друзья! Шми Наташа. Меня зовут Наташа. И прежде всего я хочу поздравить тебя с праздником Хануки. Хак Ханука Самех. Веселого праздника Ханука. И сегодня мы изучим пять букв иврита. И в этом нам поможет вот такой интересный элемент. Игрушка, которая есть в каждом еврейском доме. И называется она Дрейдл или Севивон. С Идиша она означает Юла, потому что она вот так вот крутится. Или волчок. Крутится и потом останавливается и падает. Как вы знаете уже из слов Давида, что дети играли с этим дрейдлом, пока взрослые изучали Тору. Чтоб они имели возможность изучать Тору. На этом дрейдле есть четыре буквы. Нун, Гимель, Хей и Шин. Вот выглядят они вот так. Нун, Гимель, Хей и Шин. Как вы могли догадаться, каждая буква означает слово на иврите. И звучит оно так. Нес Гадоль Хая Шам. Что означает великое чудо сотворено там. Там это где, как вы думаете? Конечно, в Израиле. Мы говорим, что великое чудо Бог сотворил на Хануку. Можем повторить, это звучит Нес Гадоль Хая Шам. Но было бы странно, если бы в Израиле мы говорили так же, что чудо великое сотворил там. В Израиле у нас одна буква меняется. И четвертая буква, которая называется Пэй, она выглядит вот так. Давайте повторим с вами буквы. В Израиле у нас четыре буквы. Первые три такие же. Нун, Гимель. Хэй и Пэй. И звучит это так. Нес Гадоль Хая По. То есть великое чудо сотворил здесь. Надеюсь, вы запомнили пять букв, которые называются Нун, Гимель, Хэй, Шин и Пэй. И мы увидимся с вами в следующую субботу, чтобы изучать снова иврит. До скорой встречи. Летро от. Ммм, какая вкусная традиция. А еще на Хануку готовят латкисы, по-другому деруны. Очень вкусная традиция. Вы знаете, ребята, я кого-то слышу. Это, наверное, Дарина и Давид спешат к нам. Посмотрим, что они нам расскажут. Шалом, ребята, с праздником вас. Ммм, какие вкусные пончики. Вот бы их сейчас есть. Нет, сейчас мы их украсим. Давайте, ребята, вместе с нами украсим пончики, потому что это праздник, да? Да, но мы для этого принесли вот такой топпинг и еще кокосовую стружку. Разности топ. А у нас она необычная, разноцветная. И еще вот такие бусинки. Ну что ж, начнем. Я беру шоколадный топпинг и украшаю пончик. Вы можете это делать в своем дизайне, как вам это нравится. Чем ярче мы украсим пончики, тем радостнее мы порадуем гостей. Также вы можете ногой создавать интересные креативные рисунки на пончиках. Вот так у нас получилось. Надеюсь, вы дома сделаете точно такие же. И отправьте дома обязательно в группу Viber. Хак Ханука Самех. Пока. Ого, друзья, я же говорю вам, какой вкусный и сладкий праздник. Вы только посмотрите. А, ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ребята, а мы ничего с вами не забыли? Что? Не слышу. Говорите громче. Что-что? А, услышал. Викторина. Точно. Привет, ребята. Это снова я и ваша любимая Викторина. Ну что, готовы отвечать на вопросы? Сейчас проверим. И первый вопрос. Как попугай Дрейдл жил в новой семье? Все время хотел улететь? Пел грустные песни? Или с удовольствием? Второй вопрос. С чем на Хануку едят пончики? С карамелью? С повидлом? Или с удовольствием? Третий вопрос. Как ребята играют в Дрейдл? Спокойно. Бегают вокруг стола? Или с удовольствием? Четвертый, последний вопрос. Как ребята смотрят нашу передачу? Плачут? Спят? Или с удовольствием? Ребята, надеюсь, вы уже поняли, что Викторина была шуточная. И на все вопросы есть один единственный ответ. И с вами был сегодня я, Эмиль. Суда! Жду ваших ответов на вайбере. Ха-ханука-самех! Опа-ханука! Мы желаем вам в этот праздник Радости! Света! Вкусняшек! Чудес! Ха-ханука-самех! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...